Здравствуйте! В эфире «Правовое поле». Наш сегодняшний выпуск посвящен вопросам противодействия незаконному обороту оружия. Об этом расскажет заместитель начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ненецкого автономного округа Новиков Антон Александрович. Здравствуйте! Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. В круг предметов данного преступления включены все виды огнестрельного оружия, с исключением гладкоствольного, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Под огнестрельным оружием поднимается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получившим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. Сюда относятся все виды гражданского, служебного и боевого огнестрельного оружия, в которых для производства выстрела используется сила пороховых газов. Ответственность наступает за незаконный оборот, хищение или вымогательство не только годного к функциональному использованию, но и неисправного, либо учебного оружия, если оно содержало пригодные для использования комплектующие детали, или если лицо имело цель привести его в пригодное состояние и совершило какие-либо действия по реализации этого намерения. В текущем году сотрудниками ОМВД России по Ненинскому округу осуществлено 446 проверок владельцев оружия в целях государственного контроля за его оборотом, обеспечением сохранности оружия. В связи с выявленными нарушениями изъято 52 единицы оружия, из которых 8 сданы на добровольной основе. 19 владельцев оружия привлечены к административной ответственности. В отношении 14 лиц материалы проверки с признаками административных правонарушений направлены по подведомственности. Лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Добровольная сдача оружия – это сдача его лицом по своей воле, независимо от мотивов. О добровольности может свидетельствовать факт их выдачи или сообщение об их местонахождении органам власти при реальной возможности их дальнейшего хранения. Правоохранительными органами реализуются комплексы организационных и практических мероприятий по противодействию незаконному обороту на оружие. Например, прокуратурой проводится мониторинг сайтов сети интернет с целью выявления страниц, содержащих информацию о незаконном изготовлении оружия. По его результатам в текущем году в суд направлено 8 административно-исковых заявлений с требованием блокировки сайтов, содержащих запрещенную информацию о способах изготовления взрывных устройств, которые судом рассмотрены и полностью удовлетворены. В текущем году на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 преступлений, относящихся к категории незаконного оборота оружия и боеприпасов взрывчатых веществ. Все преступления совершены на территории Заполярного районного округа. Так, в оленеводческой бригаде имело место быть незаконного хранения боеприпасов и карабина калибра 5,6 мм. В последующем при проводимых мероприятиях данный карабин и боеприпасы к нему были изъяты, лицо привлечено к уголовной ответственности. В целях предупреждения незаконного оборота оружия постановлением администрации Ненецкого автономного округа 17 июля 2012 года утверждено положение об организации выплаты вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. Условием выплаты вознаграждения является добровольная сдача лицом незаконно хранящегося у него оружия, то есть выдача лицом оружия по своей воле. Администрации Ненецкого округа установлены следующие размеры денежных вознаграждений за добровольное сданное оружие. Боевое оружие, действующее или подлежащее восстановлению – 15 тысяч рублей. Служебное, спортивное или охотничье нарезное огнестрельное оружие, действующее или подлежащее восстановлению – 6 тысяч рублей. Гладкоствольное огнестрельное оружие, действующее или подлежащее восстановлению – 4 тысяч рублей. Взрывные устройства – 3 тысяч рублей. Самодельные стреляющие устройства, действующие или подлежащие восстановлению – 3000 рублей. Газовое травматическое сигнальное оружие, действующие или подлежащие восстановлению – 2500 рублей. Взрывчатые материалы – 2500 рублей. Вид и техническое состояние добровольно сданного незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств определяются комиссией Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненинскому округу. Лицу, изъявившему желание сдать незаконно хранящееся у него оружие, необходимо обратиться с заявлением в Управление Росгвардии по Ненинскому автономному округу. Оформляемый Управлением справка о виде и техническом состоянии добровольно сданного оружия, подтверждающая право лица на денежное вознаграждение, в течение одного месяца дня сдачи оружия направляется гражданином. При этом выплате вознаграждения может быть отказано в случае, если в справке Управления Росгвардии указано, что данные предметы не являются действующим или подлежащим восстановлению оружием. Для получения вознаграждения лицо, добровольно сдавшее оружие, в течение шести месяцев со дня его сдачи должно представить в отделении социальной защиты населения заявление о выплате вознаграждения, копию паспорта и справку Управления Росгвардии. Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненинскому округу за тот же период проведено 3036 аналогичных проверок. Проверено 79% от общего числа владельцев оружия. За нарушение правил оборота сотрудниками Центра изъято 159 единиц оружия и 415 боеприпасов. К административной ответственности за нарушение правил оборота оружия привлечено 125 граждан. В текущем году прокуратурой округа выявлено нарушение требований статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при проведении доследственных проверок, выразившихся в необоснованном направлении материалов и последствий в иные органы. Также признаны незаконными и отменены семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Существенные нарушения требований законодательства при документировании незаконного хранения взрывчатого вещества и изготовления боеприпасов повлекли освобождение виновного от уголовной ответственности. Центр лицензионной работы управления Росгвардии по Ненецкому основному округу осуществляет контроль за почти четырьмя тысячами владельцев огнестрельного оружия. Это физические и юридические лица, получившие в установленном порядке разрешение на приобретение, хранение и ношение предметов вооружения. Всего на учете в подразделении состоит более 7 тысяч из них гражданского огнестрельного оружия. Условия обеспечения сохранности каждой из них инспекторы пациента проверяют не реже одного раза в год, посещая владельцев по месту жительства. За 9 месяцев текущего года выявлено 133 правонарушения в данной сфере. Ежемесячно на территории округа во взаимодействии с региональным управлением МВД Росгвардия проводит оперативно-профактическое мероприятие. Сотрудники Центра лицензионной жильной работы регулярно вылетают в служебные командировки для проверки владельцев оружия в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Заполярного района. Осуществляется целенаправленная работа по информированию населения о программе по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия за денежные вознаграждения. С начала 2019 года жители округа добровольно сдали в Росгвардии 12 единиц огнестрельного оружия, 2 сигнальных пистолета и 8 боеприпасов, получив за это выплаты на общую сумму почти 50 тысяч рублей. По всем выявленным нарушениям законодательства, связанным с ненадлежащей организацией работы правоохранительных органов о противодействии преступлениям и правонарушениям в рассматриваемой сфере, прокуратуру округа внесены акты реагирования. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, а допустивших должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в сентябре текущего года под председательством прокурора округа Николая Егорова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрены вопросы эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. По итогам совещания сформулированы конкретные мероприятия в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов на данном направлении. Уважаемые жители Ненецкого округа, будьте бдительны и незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы обо всех известных вам фактах незаконного оборота оружия. Спасибо, Антон Александрович. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова